На территории Ленинского района программа модернизации здравоохранения реализуется вполне успешно. Отремонтированы многие лечебные учреждения, в них появилось новое диагностическое оборудование, открылся перинатальный центр. И если все эти проекты реализованы с частичным финансированием из муниципальной казны, то новое помещение станции скорой медицинской помощи полностью реконструируется за счет средств районного бюджета. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Видновская станция скорой медицинской помощи более 10 лет находится по адресу Гаевского, 5, где ранее располагалась детская поликлиника. Старое здание перестало отвечать современным требованиям и санитарным нормам. Площади под размещение необходимого количества кабинетов не хватает. Должны быть обязательно комнаты отдыха для медицинского персонала, для персонала шоферского. Обязательно должны быть комнаты для медицинских укладок, куда выходит. Обязательно должна быть диспетчерская на входе, где должны распределяться вызовы. Должны быть необходимые комнаты для хранения оборудования медицинского, тех же самых носилок, дополнительных комплектов. Как для любого медицинского учреждения должен быть источник бесперебойного питания, которого всего этого, к сожалению, не было. Назрела необходимость подыскать новое здание в черте города. Такой вариант был найден на центральной улице, на первом этаже жилого дома, где когда-то был мебельный магазин. Два месяца назад начался ремонт, который ведется полностью за счет средств районного бюджета. Выделено 20 миллионов рублей на реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство. Этих денег достаточно для того, чтобы вот это помещение привести в порядок. И, естественно, чтобы станция скорой медицинской помощи функционировала в соответствии со всеми нормативами. Сейчас работы по перепланировке завершены. Начинается отделка помещений. На площади более тысячи квадратных метров, а это сокольные первые этажи, найдется место и для уютных комнат отдыха персонала, и для бухгалтерии, и для медицинских архивов и кабинетов. При переезде сюда мы сможем распределить и медперсонал, и, скажем так, персонал, который работает с нами, более комфортно. И это будет сказываться и на работе, соответственно, и на результатах. Торжественное открытие нового помещения медицинского учреждения, как обещают, состоится в сентябре. До этого времени приведут в порядок и прилегающую территорию, обустроят стоянку для карет скорой помощи.